С потенциальной половинкой давно уже не принято знакомиться в библиотеке, кафе или парке. Для этого есть соцсети, сайты и мобильные приложения. Другой вопрос, реально ли найти того самого на онлайн-платформах. Я решила провести социальный эксперимент и зарегистрировалась в приложении по знакомствам как парень Виктор. А своего молодого человека я попросила стать Софией. Наша задача была посмотреть на знакомство с точки зрения другого пола, а также понять, можно ли вообще в приложении найти людей с серьезными намерениями. Мы знакомились в приложении неделю. Что из этого извлекли, расскажем позже, пока мы переносимся в поселок Новый Зори. Там живет семья Новиковых. Евгений и Александр познакомились в сети и живут душа в душу уже пять лет. Соседка мне тут посоветовала, чтобы маленько разогнать депрессию, найти хотя бы какие-то, чтобы был человек, которым можно было общаться по переписке хотя бы. Ну вот, переписывались и дошло, до ЗАГСа дошли. У супругов трое детей от первых браков и большое совместное хозяйство. Новиковы считают, что главное найти родственную душу, которой можно доверять. С этим согласны и психологи. Вот только решили познакомиться через социальную сеть, задаете вопрос, с какой целью, что я вообще хочу и каков он мой избранник, какими он обладает качествами, чем он занимается. Ну вот примерный портрет. Правила предосторожности на сайтах знакомств. Не раскрывать личную информацию, контакты, адреса всем подряд. Встречу лучше планировать в общественных местах и сообщать близким, куда и с кем вы пошли. Лучше не садиться в машину незнакомцу. Не стоит бояться прервать свидание и уйти. В целом, говорит семейный психолог, знакомство в интернете ничем не отличается от обычного. Правда, прежде чем найти нужного человека, придется отсеять много неподходящих. Вернемся к нашему эксперименту. Ну что, Софья, как к твоему впечатлению? Удалось ли найти того самого? Вряд ли это вообще, как мне кажется, возможно для данного приложения, потому что пишут много, все довольно черно, пошло или, напротив, излишне завуалировано. Когда я была Виктором, я поняла, что девочки очень требовательные, они больше настроены на серьезные все-таки отношения. Но в целом, вот, людям возрасту от 20 до 30 лет, в принципе, как я считаю, в сети найти свою пару достаточно сложно, потому что выбор очень большой, и далеко не все при этом готовы строить действительно что-то значимое и серьезное. Но неизменным остается одно – люди находят друг друга, когда у них есть общие интересы, цели и планы, и неважно, где они познакомились – в парке или на сайте знакомств. Ну и, конечно же, очень важны чувства, куда же без них. Полина Жданова, Александр Антропов, День с толком.